МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Веселый и жизнерадостный человек. Наталья Крачковская знает ответ на самый сложный вопрос, как влюбить мужчину в себя. В свои 76 эта женщина может похвастаться армией поклонников. Никогда еще в жизни, я могу совершенно сказать искренне, ни один мужик не сказал, что я нехороша с собой. Не было такого поклонника до сих пор в море. До сих пор, например, вот здесь недавно меня проводил молодой человек, но он несколько дней уже ходил, даже больше. Вот, и потом уже в итоге уходит, и ходит все бесполезно, до подъезда, до свидания, до подъезда, до свидания. Вот он уже не в терпевшем, она говорит, Наталья, нет, может, позападимся к вам, попьем чайку-то, кофе. А у меня хорошее настроение такое, я так поворачиваюсь, милый, ты чего, маму потерял? Любимицей среди мужчин Наталья Крачковская стала не сразу, по крайней мере, она так думает. Многие годы она пыталась втиснуть свою нестандартную фигуру в какие-то стандарты. Много сидела на диетах и пришла к определенным выводам. Нельзя всю жизнь сидеть на диете, это не жизнь, это мука, ходить с желтым цветом лица, смотреть голодными глазами, кто что ест, да пропадет и пропадет. Такая жизнь. Надо жить весело и надо любить себя. А любить, прежде всего, в еде. Все говорят, у меня поклонники, 100 килограмм личный. Леонид Юрьевич прав, всегда. Я однажды похудела, и он сказал, так, манная каша на сливках, туда взбитые два яйца, и чтобы каждый день, три раза в день, и поменьше движений. А вдруг худел, набирай свое. Можно быть красивой и полной, убеждена Наталья Крачковская. Лишний вес не помеха счастью. Полные женщины, милые мои дамы, милые мои подруги, запомните. Мужчины нас любят только такими, какими мы себя подаем. Полная ли вы, худенькая ли вы. Но если у вас веселый нрав, если вам комфортно в этой жизни, вас будут любить обязательно. А будут еще вы стройняшка невероятная. Но с злым характером, желанием все время поесть, а вам этого нельзя. Вас никто любить не будет, будучи вы просто Венера Миловская. А не будет этого. Потому что надо самой в себе воспитывать это желание доброты, любви и доброго отношения ко всему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова